До большого потопа. И что, предполагается, возможно, увидеть эти дольменные группы не только на поверхности, да, я так понимаю? Ну да, то есть вот на Болеарских островах и во Франции, на французском побережье есть подводные дольмены. Это не секрет, они были найдены Максима Уома еще 50 лет назад. Вот, хотелось бы, конечно, посмотреть на них, но у нас, опять повторяю, у нас такие маленькие остановки по 3 дня, что максимум, что мы планировали, это вот использовать подводного робота, подводную видеокамеру, управляемую для этих съемок. А для серьезных исследований, конечно, не речи, ну, как бы не может быть, да, то есть мы просто сделали упор на именно исследование большого количества мест, поскольку у нас остановки это Ромерхафен, Кадис, Барселона, Испания, Португалия, Франция побережье, греческие острова, то есть вот эту вот всю эту перешейку мы весь берем и просто смотрим на схожесть, потому что ни в одном из этих мест серьезных исследований мы сделаем множество. Просто пообщаться с археологами, где-то какие-то места поискать. Еще раз повторяю, вот на острове Минорка, в общем, такой успех определенный, потому что действительно много что нашли, много что увидели, много что узнали. То есть вот альмены, альмены расположены вообще не только на территории Европы, их центром считается Полинезия, вот, и дальше уже этот вот морской народ как бы расходился по всему миру. Три из самых известных школ, это английская, франко-испанская и третье направление, дальше туда, к северу, это Дания, Норвегия, Швеция. Они немножко совсем различаются по архитектуре, по археологу, по структуре, как бы стиле, как строители их задумывали, по расположению, но в целом, как бы одно, в общем, и то же. Вообще, альмены считают, что это допотопное все-таки сооружение, потому что ареал их распространения, но больше напоминает такой потерянный народ, в котором остались какие-то инженерные какие-то знания, но в основном они осваивали побережье и очень мало заходя как бы во вглубь территории. Ну а о чем может, в принципе, говорить сходство или различие дольменов в тех или иных местах, а о чем в конечном счете? Ареал распространения, это и центр, первое, второе, датировки по времени, кто где, как бы, где раньше началось, где позже. И третье, находки, то есть то, что археологи находят, сравнить вот это содержимое, чтобы понять, где находился центр, каким образом все распространилось. Погружения уже были какие-то? Ну небольшие, да. Что-то вот по результатам погружения, что-то вообще можно было судить? И вообще, что можно будет судить по результатам погружения? Ну вот наиболее интересное погружение предстоит на Мальте сейчас, потому что там большое количество мегалитов. Мальта вообще, то есть известный Иберийский полуостров, большая часть его погружена в воду, и там были как бы большое количество исследователей. И вот на острове живут два археолога, с которыми нам предстоит встретиться, и у них нет подводного аппарата, а на этом судне, он на судне, бегущей по волнам расположен, наш аппарат подводный. Вот в местах, которые они укажут, мы попробуем занырнуть и посмотреть, что там есть. А те погружения, которые были, они, в общем, пока ничего не показали, пока находок не виделись, если не было серьезных. Ну а в принципе, вот если, предположим, удастся увидеть какой-то дольмен, задача как? Его размеры запечатлеть, да? Или по его внешнему виду попытаться сделать хотя бы предварительный вывод о том, какого-то времени может быть? Ну да, на роботе стоит так называемая стереопара, которая позволяет построить объемное изображение, то есть основная цель научной работы, которую в лаборатории мы ведем, это построение трехмерных моделей на основе просто съемки. Вот, и основная задача, конечно, это не поднимая объект на поверхность, то есть задача подводной археологии мировой на данный момент, это не прикасаясь к вещам, которые ты можешь нарушить, разрушить, заснять их максимально подробнее и в дальнейшем поднять наверх и рассмотреть. Вот это такая задача стоит у подводного аппарата, который на борту. Вообще, реально нет больше белых пятен, в том числе и подводной археологии? И под водой, конечно, огромное количество пятен, под водой находится большая часть погибших цивилизаций, древних, под водой находится огромное количество рэков, а, как известно, корабли подводные, они сохраняют, по кораблям именно можно судить быт людей, которые ушли, которые ушли давно. Мы ничего не знаем о финикийцах, ничего не знаем о шумерах, а корабли, которые остаются на дне, они позволяют восстановить это все. По крупицам, по предметам быта, по расположению, то есть что-то хоть как-то узнать немножко о цивилизации, которые были до этого. А вторая задача, это все-таки показать о том, что настолько хрупко все, что один великий потоп смог уничтожить все цивилизации всего там за 2-3 дня. И что, в общем, есть о чем задуматься. Вот как раз в словоподобии, вот, вы спросите, дольмены, оказавшиеся на дне, да, как они вообще туда попали, об этом можно? Шесть с половиной тысяч лет, но вообще геология Земли, она постоянно изменяется, Земля изменяется постоянно, каждый день. Особенно яркий пример, это вот японские острова. То есть всего за один день часть островов погрузилась там на 5-7 метров, часть наоборот вышла. И Земля меняется постоянно, и это не секрет, что уже 6,5 тысяч лет назад, 10 тысяч лет назад уровень моря был совершенно другой. Допустим, часть Черного моря, она же образовалась совсем совершенно недавно в геологическом плане. Это, считаю, что где-то порядка 10 тысяч лет назад оно представляло себя просто возле озера, а затем прорыв Посфора превратил его в огромное море. И вот этот вот сероводород, который в море, это совершенно точно уже доказано, это вот хвоя, лист ли, это организмы и растительные, и животные, которые находятся на дне Черного моря, это вот сероводород. А все море, оно было в среднем где-то на 100 метров от 100, где-то от 100 до 10 метров, как бы он ниже. То есть вода хранит большое количество цивилизаций, которые были в таком плане. То есть, условно говоря, там 10 тысяч лет назад что-то из этого, да, или там все это было, находилось на суше. На суше, да, а сейчас находится под водой. Вот поэтому большие очень перспективы подводной археологии для изучения быта предыдущих цивилизаций. То, чего мы не знаем. Вообще, очень, в принципе, такого рода исследования, а это очень затратная вещь, это очень такие должны быть грандиозные исследования, чтобы чего-то добиться. Ну, конечно, археология затратная вещь, а подводная археология в несколько раз затратнее. Это просто потому, что техника, да, все это требует вложений, постоянных вложений. Вот, но в Европе и в Соединенных Штатах, допустим, это все статья расходов, на которые постоянно выделяются деньги и, наоборот, распределяются гранты для людей, кто будет этим заниматься. У нас же в стране, в общем, сейчас это все довольно стихийно. Нету, в принципе, ни одного института, которым занимался бы исключительно подводной археологией. Есть несколько групп, вот самая свежая группа в Туле, я знаю, образовалась, при Тульском институте. Ну, вот, в институте океанологии нету кафедры археологии, как ни странно. Вот, мы только-только начинаем сейчас какие-то движения в этом плане. А во всем мире, в каждой практически институту около моря занимается археология подводной. То есть, можно сказать, что для российской науки вот и это исследование тоже, там, имеет определенный вес, тоже достаточно значимо? Да, это немножко возрождается, потому что до 91-го года были группы, кто этим занимался. Есть история, советская история, советская подводная археология очень большие прорывы делала. Но, к сожалению, с крахом империи, как бы, все это, то, на что тратятся деньги, но эти статьи, как бы, были урезаны. А сейчас потихонечку опять начинает все это возрождаться. Здесь на корабле, на самом деле, должна была проводиться еще конференция неизвестной цивилизации. Она будет с 28 сентября. На ней присутствует институт океанологии, это профессор Александр Городницкий. Приедет известная группа Андрея Склярова, Андрея Жукова, кто занимается поиском неизвестной цивилизации на суше, кто исследовал все пирамиды, которые только есть на Земле. Приедет президент Российской ассоциации поисковой Атлантиды, это Воронин, Александр Воронин Александрович. Вот, и будет проводиться на борту конференция. А ученые из каких стран вообще? Вот мы видели, французские ученые были, еще какие-то планеты, мальтийские, да? Да, должен приехать Фрэнк Джозеф, археолог и исследователь из Соединенных Штатов. Вот. И, насколько я знаю, планировался его партнер по работе. Ну, это вот часть работы на Андрея Склярове и Александре Воронина. Не знаю, удастся ли у них пригласить их. Вот, а самого Андрея Жукова, Андрея Склярова и Воронина мы пригласили, и они будут участвовать в конференции с 28 сентября. Ну, а насколько важно в такой экспедиции привлечение, помимо российских, еще и мировых ученых, какой-то француз приезжал, мальтийцы, там испанские ученые общались с ними. Ну, это событие, во-первых, обмен опытом, во-вторых, а в данном случае это мобильная конференция, то есть по результатам каких-то поисков, не каких-то, а поисков на Мальте, на Кипре, на островах греческого побережья. Будут вечером проводиться совещания, как бы обмениваться опытом каждый день на протяжении двух недель. То есть это, в общем, событие. Я надеюсь, что это первая конференция, она в дальнейшем будет ежегодно. С Даниэлем Мерсье, вот о чем результат его переговоров, чем ему удалось обменяться, что, может быть, он сказал ценного, важного? Ну, Даниэль Мерсье рассказал, как у него обстоят дела в Марселе. В Марселе находится Центр подводной археологии французской. Даниэль Мерсье немножко рассказал о молодых археологах, с которыми он сейчас заново начинает знакомиться. Они проводят вот их внутренний фестиваль, для того, чтобы всех как-то собрать вместе. И рассказал о том, что, в принципе, главная проблема на данный момент, то, что государство французское, как, в общем-то, и во всех странах, немножко пренебрежительно относится к Марселе.